Добрый вечер, дорогие мои. Сегодня у нас 21 июля. 21 июля. Время у нас почти 7 часов, температура 32, но вроде завтра еще будет жарко, потом вроде пойдет похолодание. Уже градусов 30, ну до 35. Это уже не 35, не 40, не 45, дорогие мои. Как говорится, слишком хорошо, тоже плохо, понимаете? Слишком жарко, тоже плохо. Значит, поблагодарить сегодня никого за поддержку канала. Помощника тоже нету сегодня, что-то не пришел где-то помогать. А, я не потянул, думаю, что ж смотрю голубей не видно. Помощника тоже нету. Вчера так хорошо помог. Значит, дорогие мои, три дня не в состоянии кормить. Это не кормить, а обработать корм. Вот уже, видите, раздер. Вот, дочина пищалка. Уже ослаб. Вот она, буквально три дня. Ну, я говорил, что спина болит, не могу двигаться. Еще и вчера киндер-сюрприз мой заставил деду обнимать его постоянно. Он руки тянет, ручонки, обними его, не могу. Он за ногу как будто на дерево залезет. Хочет, не хочет, придется поднимать. Больно, не больно, никого не волнует. Ребенок хочет. Так, наверное, выдачить с улицы, поснимаю. Потом, блин, то сяды и комментарии почитаю. Ну, все, тишки играются. Мой киндер за ними гонялся. Кричит, орет, вы еще от меня убегаете. Так, потянем чуть-чуть. Посмотрим, бить будут, не будут. Ой, и чихнуть страшно, и кашлять страшно. Про остальное не говорю. Аня, вот привет, Аня. Привет, привет. Вот он все своих снимает. Да, красавцы. А, вот тоже поехали. А что там, арбузы дешевле? Да, ну нет, как у всех. Пошли, Дженна. Дженна. Не поиграешь, хорошо. Откадь, что ты, Аня, уезжай. Что-то, по-моему, никто бить не хочет. Что-то, 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 что-то. Аня, уезжай, Кудун. Угу. Кудун. Кудун, Кудун. Кудун. Да, с машиной сидит, да? Нет, дай, ну, на эту, на люку. Нет, вон. Нет, вон. плотник не пытается не позволить ну конечно позорил пошел туда вот идиот вот идиот пошел на чужой крышется сядут все эти или нет не знаю это не замерзла не холодно детишки как прыгают скачут но у них энергия до хрена не так как у нас у я вчера за внуком блин не успеваешь как сшила летит летит просто зато кайф так с бассейна вылезать галушок пойдет голуби погоняет обратно опять бассейн чуть прискупается опять бегом туда в голубя сюда не ребенок где-то не нарадуется то за котенком то за собачкой то за рыбками то роза рвет нравится все красиво все естественно нравится я так счастлив даже себя не представляю не аж пришел ну ящу любишь атаковать ну ты куда мимо нет и этот это скажите чеклок это маленький несапсан похоже был несапсана на этот не атакует на голубей но только если голуби не хорошие на хорошие вообще-то они охраняют когда вот на голуби атакует нам кажется там это да на самом деле они не атакует на голове они охраняют на своей территории допустим мои голуби вот над балкой там балка там речка идет не четко там они не летают они уходят хоть куда только не там почему потому что там именно вот этот перепелятник чеклок пусть и льгает их не территория они начинают гонять голубей вот когда они долетают до туда те начинают гонять но не атаковать не ловить голубей понимаете это две совершенно разные вещи охранять территорию и ловить голубей это две совершенно разные вещи дорогие мои дождь и чуть-чуть ветерок бы поднялся было бы замечательно но поставлю на паузу нашла спускаться хоть и жарко все равно кое-кто из этой стайки сорвет уйдет опять основная часть сядет и некоторые сорвутся опять вверх уйдут потому что им есть еще летать и поэтому дорогие мои бойных голубей особенно да вообще любых голубей надо держать небольшом количестве а в хорошем качестве понимаете то есть вам не надо 200 голубей которые не летают вам достаточно даже 2 3 4 5 пар которые летают обойных голубей которые летают и бьют понимаете то есть качество должна интересовать арабской скакуны они табуны шаков или стадо баранов оторвался он скорее всего и вверх уйдет понимаете раньше мы голубей держали вынужденно маленьком количестве ну скажем так когда были маленькие родители не разрешали ну и потом проблема с корма всегда было все вот эти баси то что там советское время было все то я могу сказать одно моему отцу за две тонны пшеницы дали 6 лет но правда он отсидел всего шесть месяцев но суть посадил его на 6 лет за две тонны пшеницы то что он купил для это да то что две тонны пшеницы он деду отдал для этого там скажите для курей для курей у деда курей было много кавыча вот он для курей купил две тонны пшеницы нельзя было понимаете то есть вот эта ферма которую сейчас держит советское время за это посадили бы в сибирь бы ссыляли откуда столько корма там в кубе люди голодают камбоджа люди голодают а ты чего там голубей кормите понимаете были такие времена понимаете потому что очень многие сейчас ну любит басни элементарно в девяносто четвертом году когда я приехал в Волгоград ну конечно же я искал бойнах голубей ну конечно же я искал бойнах голубей но пришлось меня сначала покупать николаевских голубей почему же я купил николаевских голубей потому что в Волгограде не были бойные голуби во всем Волгограде тракторозаводском районе ну сейчас он покойник он давно просто покойник был человек юра армян он по национальности азербайджанец почему его армянам называли не знаю вот он держал бойнах голубей в Елане там в области один держал миша по моему держал это бойнах голубей их по всему Волгограду и Волгоградской области но несколько человек было которые имели бойнах голубей маленьком количестве небольшом количестве а сейчас кого не спросишь он уже 40 лет в Волгограде живет 20 лет в Волгограде а уже 40 лет держит бойнах голубей в Волгограде ну вот такова натура у наших голубятников везде любит обманывать везде любит увеличивать поэтому и доверие такая к нам даже толком ничего не показывает толком ничего не показывает такой тоже бывает понимаете день на день не приходится бывает день там просто зажигает просто зажигает ну вот элементарно да мы приходим на свадьбу на день рождения да вот бывает просто придешь сядешь там не танцевать не то даже по молодости да там сейчас скажешь старые там этот ну приходишь ну и ничего не хочется делать и так все свадьбу это да весь день рождения сидя там посидел выпил поел там закусил а бывает просто зажигаешь просто настроение хорошее тоже самый человек обстановка другая ну я сказал сейчас несколько сядут некоторые выйдут вверх скажи все ладно подождем еще ставишь на паузу начинает решать начинаешь снимать что-то ласточки низко сегодня летают походу может дождик пойдет да и голуби что-то щипка хорошо не ушли вверх они поднялись но не настолько как обычно они этого делают ну вот видите включил и бьет сейчас поставлю на паузу наш на дубасите как закон подлости ну может остановишься все-таки он отдельно должен быть сейчас потянем всегда вот обращайте внимание на голуби который отходит от стаи и летает не во время атаки хищника а во время обычного полета когда просто птица расслабленно летит они отходят отдельно одиночки всегда на них обращайте внимание они лучшие они лучшие они лучшие и по результату они лучше результат показывать и по бою намного красиво будет показывать и по мозгам они очень сильные и уходит от хищника очень спокойно всегда делайте ставку на одиночных голубей да ладно подождем ничего не хотят показывать вот только вставишь на паузу и начинает тянуть начинаешь снимать ни хрена не показывать как закон подлости они сальто дают о ворону в каком составе видишь он переворачивает сальто дает воздух их вот этим они ценятся за каждым все нужно наблюдать да как они себя ведут как они себя показывают да 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 совершенно правильно нет ничего где куры где петуси а наблюдай да наблюдай ты чего ходишь обидел 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 это твоих тут да? твоих тут? да 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 в школе были голуби выпускали на это на последний звонок десяток белых голубей и вот не знали куда их пристроить кому? кто? кто занимается? кому отдать? здравствуйте здравствуйте ну они вообще-то хозяину должны улететь нет хозяину это они где-то в выпускной класс взяли у кого-то чего-то они остались и живут месяц второй месяц ну это хорошие голуби наверное это наверное хорошие голуби я не знаю какие то ну их ловили и сетями ловили чтобы только только там кому-нибудь их пристроили они там не нужны зима придет их надо что в корме ухаживать за ними а их десяток белых белых посчитали и никуда не улетали ну их сколько? четверо осталось шесть поймали там дяденька занимается отдали 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 а кому они там выловили их остальных белых я вот на выпускной даю выпускают но они все прилетают ко мне а это не полетели никуда ну вот хорошие поэтому хорошие ну так называемые хорошие да наверное не понимают куда лететь молодец это вожатые наверное не ну они разные тут разные летают и молодые и взрослые и старики они сами бьет доделают да да мы все делаем это должно что-то долго ну вы будете раскрываться или нет уроды ну как я еще не как будто из вас их хрдить не умею ну как пошли на крат ну 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 как закон подростки как только ставишь на паузу начинает раскрывать начинаешь снимать начинает летать это вот как на рыбалке как только отвернулся тут же поклевал тут же клюет сидишь часами смотришь стишина кто рыбачит прекрасно знает что это такое стоит отвернуться и тут же поклевка то же самое и здесь уже час раскроется ну уже час раскроется на посадочку хочет идти он должен сейчас показывать вот блин начинает трещательно и вот такое часто бывает вот знаешь стоишь на паузу и то-то-то начинает раскрываться включаешь и опять пошли на круг это вот как и атаки сапсанов она же не часами идет а несколько секунд она же не часами а несколько секунд ну по-моему долговато получилось сейчас попробую пару в комментариях так я на нем буду направлять и читать эрик наш пусть и друг добрый день братское сердце достаю предложение продолжение дай бог всем твоим родным здоровьем а тебя пока ты можешь радовать нас свои птицы роликами берегись из себя спасибо родной да по моему поколение достойно поколения он имеет и до внука ну тут на английском написан надо будет мне потом переводчик кричит так вот пиши добрый день гагик внук помогает гонять голубей как и мой внук как приезжает сразу голубя иду мир голубям небо это повезло тебя вновь с внуком потому что я могу еще одно сказать дорогие мои обычно когда дети первого раз заходит голубят не малыш на им же интересно они любопытнее они лазят везде ну помните когда я показывал моего внучка как он зашел голубя он зашел там яйца разбился по это да птенцов выкинул понимаете не надо ругаться не надо злиться надо воспринимать это порядке вещей и потихонечку потихонечку учить детей ну а вот стоит покричать на ребенка что ты делаешь что ты все у него этот любовь пропадет понимаете у него этот любовь пропадет точно так же вот котенка мы приучиваем голубян то же самое и щенят приучиваем голубян да там то есть они сначала бесям он бандит до сих пор гоняется за голубя но уже их не ловит он играется понимаете и для этого нужно терпение воля нужна правильно во всем нужно сделать все правильно понимаете если если подход哈 у вас неправильно у вас ничего не получится запоминайте вы как капитан корабля если капитан корабля некудышный то ни один ветер для него не годны потому что капитан корабля должен же направить корабль Если ветер правильный, он может по правильному направлению. Неправильно, значит, паруса не поднимает. Поэтому от нас очень много зависит, дорогие мои. Очень-очень много. Бараби, это, это, это. По-моему, щегла кидается. Гоняет голубей тоже. Мурат пишет, добрый вечер, дорогие, всегда держали армянские птицы. Убегские птицы не держали, просто интересно. Ну, понимаете, я же тоже был молодым, любителем моды. И, естественно, как и все голубятники. Пытался ходить со временем многом. Но единственное, что у меня такое, да, там, можно сказать, достойное, что я никогда не убирал того, чего мне нравилось. Ну, скажем тогда, как вот мужчина, понимаете, вот он ходит налево, но никогда не бросает семью. Вот у меня такой характер. Ходил очень много налево, но никогда не бросал семью. То же самое. Держал разных там. И одно время моды были там эти головатое пошли, потом пакистанцы пошли, узбеки, там так ли, то, пятый, десятый. Естественно, держал. И бакинских тоже мне привозили с Баку голубей. Где-то с середины девяностых ребята с Баку мне привозили, там, ну, девяносто пятый, шестые годы, там, седьмой. Ну, эта птица у меня не выжила. То есть у меня разочарование получилось само по себе. Само по себе. Просто птица не дожила до осени. Осенью практически хищник всех перебил. И я остался и без такли, и без этих, и без узбеков, и без линоканцев, и без бакинских, и без тех, и без тех, и без тех. Привет, Кось. Единственное, две породы голубей, которые как бы выживали. Так, это были головатые, и это были пакистанцы. С головатыми, вот у них получилось как, и бой хороший, и лед хороший. С мозгами проблематично. Вот он может год у тебя прожить, а потом через 50 метров упасть и там жить. И не долетит до тебя. Ну, это понятно, это результаты эмбридингов. Ну, а вторая порода, это пакистанцы. Тоже сильная птица, хорошая птица. Ну, в отличие от наших голубей, у них как получается. Пакистанцы сначала очень долго летят. И как только они бой набирают, они не увеличивают время полета, а наоборот сокращают время полета. Ну, эта птица на второй, на третий год только бой начинает брать. У меня была голубочка красная такая, да, чилька там, или рябая, как там их называют. Вот эта голубочка два года у меня летала. И очень хорошие результаты показывала по времени. Но как только она стала бить, максимальное время полета у нее было 3-4 часа. Больше она результатов не показывала. Ну, и второй очень долго пришлось дать, да. Представьте себе, эту голубку они отдали, и там, ну, как минимум, было полгода. И через полгода, и она еще два года у меня прожила, то есть два с половиной года она начала бой взять. Это очень долго, мне не понравилось. Да, и остановился я как, это, да, там, в золотой рыбке у разбитой кареты. Понимаете, с этой каретой и занимаюсь. Да, ну, вы пойдете на посадочку или нет? Ой, молодец. А бить, молодец. Горубка радуется. А то я говорю, он не бьет, он говорит, нет, он к концу шел, но ты просто не заметил. Гагик, здравствуй, да, к сожалению, Ксения потеряна, как голубя, вот. Возможно, из нее, повторю, возможно, получится голубинный ветеринар, но и это не факт. Как правило, такие бросают заниматься голубями. Из таких не получается ни тех, ни других. Каждый на свое здоровье, здравомыслящий. Да, согласен. Согласен. Ну, из молодежи, на многих я, как бы, помните, внимание обращал. В общем, там вот из Дагестана Мусабо Мачешка, там из Моздока, по-моему, там, Эдик, вроде, а, из Адыгея, ну, Моздук, Адыгея, по-моему, да. Эдик, потом из Ростовской области был. Привет, Сеть. Ну, что мы. Да, девчонка наша, Вероника, по-моему, из Донбасса была, она, насколько мне память не изменяет. То есть, из молодых много было, на которых я обращал внимание, вот, Ксения, она единственная была, которая пошла обратным путем. В общем, путем того, что, как надо лечить голубей, что надо давать лечить. Все остальные вот эти ребятишки, они именно радовались гоном голубей, то, что голуби летят там, это, да, там, Тимурчик, по-моему, тоже, да, вот из Ростовской области, из Ростова там, ну, как следует, да, эти не заканчиваются, как бы ни хотели бы, понимаете, ну, как в этом, да, там, по-моему, одиноким требуется общежитие, каким-то такой же советским. Хороший, говорит, человек-то, Петрович, но не орел, понимаете. Ну, можно быть хорошим ребенком, но не голубятник. Но не голубятник. Так, ну, опять долго получилось все почитать, не смогу. Я, наверное, пойду, я попробую сесть и пару комментариев еще почитать. Так, дорогие мои, ну, мне еще несколько дней тому назад хейтер писал вот это, да, официальный рекорд полета голубей 20 часов 10 минут по поводу, почему голубятников считали желвиками, не знаю, как у вас, у нас голубей часто воровали, это достойные ребята доходили до смешного. Однажды рано утром встретились два голубятникова, обоих за плечами, мешок такой, разговор между ними. Ты где был у тебя? А ты, у тебя обменялись мешками, ей пошли документальный фильм, потому что сына чужая белая рыба. посмотри, кто это не видел, там и про Советский Союз, и про голубятников. Этот, да, значит, дорогой мой, во-первых, скажем так, что фильмы, это фантазия режиссора, есть армянский тоже, очень хороший фильм, называется «Белые грезы». И когда вот там, это, да, там, вот это, голубятник, блин, как же его назвали. В общем, ну, старый голубятник, молодому объясняет, что это в голоде, они вот там, ой, и вот тут наши. Они, говорит, создают пару раз в жизни, понимаете, но это фантазия, режиссора, не все же там в этих фильмах, правда. В общем, и, ну, прекрасно же, да, город Бандит, хороший. Мы же прекрасно знаем, что голуби 25 раз могут пара поменять, как ты там на всю жизнь. Это лебеди. Ну, просто для того, чтобы краше было, для того, другой, это фильм. Ну, то, что фильмы сняты, интересно. Да, значит, по поводу слова «жулика», да, жулик у разных людей ассоциируется разный, да, вообще-то понятие «жулик» это вор закон. Ну, и другое, жуликами там люди не понимают, что такое, да, называют, те, которые обманывают. Жульничаешь, обманываешь, да, вот от этого слова. Вообще-то, голубей ворогали, это правильно, но это, не одобрялось. Точно так же не одобрялось, когда там из-за хозяина голубей наказывали, понимаешь? Ну, по понятиям, если это хозяин, не этот, черт, так ты накажи этого черта, зачем ты голубей наказываешь? У меня был сосед, лет на пять старше меня, тоже держал голубей. Ну, я был первым классом, шестом классе, вот он поймал мне голубей и не хотел отдавать. Ну, я взял отравил его голубей. А дяде у меня, я же рассказывал, я глаза открыл, у дяди жили голубей. Он мне за уши потянул, и, знаешь, при чем здесь голубей? Хочешь, накажи его. Я говорю, ну, он же старше меня. А ты со спины, со стороны, говорит, подожди, выжидай, он выходит, дубика по голове долбанит. Если что, я тебе помогу. Никогда не трогай птицу, птица, она не это, да, то есть, многие воровали голубей, понимаете, но это было неправильно. Ну, и даже по понятиям, есть даже песни, когда молодые ребята за то, что воровали голубей, поймали в золото, да, там, это уже совершенно другая жизнь. С жуликами, слово жулик у разных людей по-разному ассоциируется. Значит, по поводу того, чтобы голуби летали официально рейклор 20 часов 10 минут, это же меньше, чем в сутки. Опять же, ты говоришь то, что я говорю. То есть, что нет таких голубей, которые летали больше сутки. Хотя, есть такие голубятники, которые могут даже мамой клясться, что у них голуби больше сутки летают. Некоторые даже двое суток, скажем. Потому что, ну, на остальные, там, Виктор еще несколько комментарий написал. На остальные комментарии следующий ролик отвечу. Дорогие мои, так что, мир, мир, голубь, небо, гоняйте. Всем огромное спасибо за поздравления. От души, душевную душу. Рад за вас и за себя также. Да, и комментарий, который был на английском написан. Человек, ну, я перевел, человек добрые слова написал, братчик, ты хороший дед. Сейчас, ну, сейчас попробуй найти. Да, вот оно. Видите, вот тут на английском написано, тут лежу на плюсом, нажимаем перевести оригинально это, русский. Привет, Гаги, ты замечательный, дедушка. Продолжайте в том же духе вашему внуку очень весело с голубями. Да, и с дедом тоже огромное. Спасибо еще раз, дорогие мои, меру мир, голубям в небе. И здравия, здрава, мыслишься. Гоняйте, гоняйте, радуйтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова